именно здесь. И на самом деле очень задела задача, нам показалось это крайне интересная задача с точки зрения того, сколько решений можно предложить. И мы выбрали абстрагирование от конкретных технологий. Думаю, каждый здесь будет демонстрировать, как он знает ту или иную технологию и как они в нее внедрялись, разрабатывали смарт-контракты и тому подобное. А мы решили абстрагироваться и посмотреть со стороны госсектора, потому что госсектор будет пытаться регулировать различные локчейн-технологии на государственном уровне. И мы думаем, может быть разработать спецификацию или стандарт, или просто модель органа, который пополняет какие-либо действия. И решили мы все достаточно просто. У нас есть рабочее место оператора, в котором происходит регистрация и восстановление доступа. То есть мы подразумеваем физический доступ к... То есть клиенту необходимо лично прийти и удостоверить свою личность. Регистрация происходит простым этапом. Человек приходит, идентифицирует личность, оператор вводит данные, они шифруются на стороне клиента, отправляются на сервер. Клиент со своего мобильного телефона или планшета или чего угодно может загрузиться, посмотреть, подтвердить валидацию, сгенерировать закрытый ключ. И они покроются паспортом, то есть на основе паспорта зашифруется основной закрытый ключ и отправится на сервер, хранится на долгий срок. Восстановление по обратной процедуре, то есть мы можем, имея паспорт, посмотреть хэш паспорта, который является индексом, загрузить оттуда копию зашифрованного нашего ключа. Общение между... у нас простая, достаточно... Давайте интерфейс, 53 секунды. Вот наш интерфейс в ростике, регистрация пользователя, подтверждение данных, внесение в реестр, ну и дальше восстановление почему. Восстановление архитектуры, простая клиент-серверная, общение между клиентом и сервером происходит через REST API. Мы очень проработали безопасность, и про нее вы могли сказать пару интересных вещей, но, к сожалению, времени у нас мало. Перспектива развития данных технологий, нашей технологии, например, могла бы стать создание спецификаций или стандартов в стиле установления границ для различных организаций, осуществляющих кооперации с использованием блокчейн-технологий. Потому что мне кажется, что именно за людьми, которые используют и используют технологии, должно оставаться право выбора от того, как их будут использовать, они за государством, и я вообще за свободу технологии. Спасибо. Правда, что в вашем бинкоре действительно 4 цифра, его можно перебрать? Да, для простоты мы сделали бинкор 4 цифра, там можно что угодно. Правда. А шифруете вы приватный ключ? Мы шифруем приватный ключ, мы шифруем паспорт. Вообще сервера не получает ничего в открытом висе, то есть все происходит на стороне клиента. Имеется ввиду, что вы все-таки шифруете приватный ключ, он в таком-то виде где-то хранится, губрируется. Да, то есть это либо алгоритм, либо реестр. А как вы генерируете ключи для разных блокчейн? У вас какое-то разное шифрование для разных блокчейн? Скажем так, это абстрагирование технологий. Мы не можем блокчейн, но в итоге сделали, и у нас поднялся на самом деле проект, мы могли бы его показать, но времени нет. Там мы сделали смарт-контракт, через который останавливаем доступ как раз-то тут. Правильно я понимаю, что если я получил доступ к вашему паспорту, я мог бы взять от него хэдж и получить эти шифроватики? Здесь нужно понимать регулирование с юридической стороны зрения, то есть это орган, который если я вас в автобусе... Там есть процедура, так скажем, того, как ты идентифицируешь личность, паспорт это пример, то есть это самый минимум, который можно сделать. Можно перебитывать, сделать пример. А зачем вообще нужен паспорт? Нужно отправить базу данных, чтобы проводить ключи? Нет, это пример документов, выставляющих... Ну то есть это мы взяли... Зачем нужно досуеверять личность человека, кто хочет отправить базу данных? Мы давно прочитали, а мы сказали, нужно удостоверить. Личность органов, мы шли мне обслуживающих центров и все. Зачем? Ну, должно написано уже. Блог решает. У меня использовали паспортный номер, чтобы привести и засекаться человека, чтобы его найти. Ну так, в простейшем примере. То есть любые данные о человеке на самом деле можно получать и на основе их делать какие-то методы, эти шифрования. Последний вопрос. Если есть. Если нет, то все. Все, спасибо. До свидания. До свидания. До свидания.